Впервые во главе Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при губернаторе области Владимир Сипягин. Он отметил, что в предыдущие годы на уровне законодательной и исполнительной власти было немало сделано для укрепления единства и развития культурных связей между разными народами Владимирской области. В ближайших перспективах новые проекты. К примеру, губернатор предложил муниципалитетам создавать местные этнокультурные бренды, которые были бы интересны представителям разных национальностей. Потому что сейчас этнографический туризм развивается недостаточно. Часто ограничивают не только недостаточная инфраструктура, но и, к сожалению, обычная безинициативность на местах. Было бы здорово, чтобы мы, предложение, создали интернет-проект по этнокультурным брендам наших муниципалитетов прежде всего. Потому что нам-то здесь в центре все видно. Там, к сожалению, лучшие муниципалитеты знают, каким путем идти. Но объединение будет в такой интернет-проект, потому что сейчас время интернета. К слову, по некоторым данным, сейчас в нашем регионе живут представители более 90 национальностей. По мнению губернатора, налаживать сотрудничество между всеми народами и религиями должны не только власти, но и общественники. Для четкой работы нужны активные кадры на местах. В 2017 году усовершенствовали систему дополнительного образования подготовки специалистов, занимающихся вопросами межнациональных и культурных отношений. В числе передовых – Александровский район. Там работает более 25 национальных и религиозных организаций. Представители большинства организаций входят в состав Совета по делам национальности, религии и казачества. Это и работа по социально-культурной адаптации мигрантов, и организация крупных мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия в регионе. И романах Варфоломей рассказал о наиболее крупных межнациональных проектах, которые в последние годы осуществили на территории региона. Среди них – издание сборника «История религии во Владимирском крае». Он представляет собой трилогию, две части которой уже были опубликованы. В преддверии Дня народного единства он вручил Владимиру Сипягину икону Казанской Божьей Матери, которая считается покровительницей народного ополчения, поборовшего смуту в государстве. Кроме того, и романах Варфоломей предложил создать региональное отделение Всемирного русского народного собора. Главная цель этой организации – содействие духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России и русского народа, а также укрепление нравственности. В состав регионального отделения могут выйти как юридические лица, так и граждане России, как написано в уставе, вот эта цитата, ревнители русской культуры любой национальности, готовые сотрудничать с собором во имя процветания России и русского народа. Губернатор инициативу поддержал. К слову, Владимир Сипягин отметил, что муниципалитетам нужно будет совершенствовать грантовую поддержку некоммерческих проектов и организаций. На уровне областного бюджета с 2019 года грантовая поддержка будет увеличена до 3 миллионов рублей вместо 2,2.